Вот в одном из интервью вы говорили, что российская оппозиция, да, это вот как герои басни, лебедь, рак и щука, и каждый тянет в свою сторону, но для борьбы вот с кремлевским диктатором консолидация, ведь это самое главное, да, вот следующий съезд, о котором вы говорите, как вы полагаете, он пройдет в более расширенном формате? Я совершенно в этом убежден, просто даже потому, что уже во время проведения съезда первого к нам уже начали поступать заявки в Творкомитет, заявки на участие, ну в связи с тем, что опять-таки, ну вот у нас проблемы достаточно было у делегатов там с приездом, с возможностью вообще участвовать, и в принципе просто мы даже начали уже собирать, скажем так, базу данных депутатов разных уровней, которые будут принимать участие уже во втором съезде, ну опять-таки о количественном составе, мы сейчас сложно говорить, но я совершенно, вот то, что он будет, допустим, в два раза больше, я об этом совершенно не сомневаюсь, но судя уже по разным и отликам, и там взаимодействия с разными людьми, которые готовы присоединяться к организации второго съезда. А вот когда российская оппозиция, по вашему мнению, была вот наиболее консолидирована, да, вот когда все эти свары забыли и вместе вот боролись за общие ценности? Да, не было такого никогда, потому что все равно, как бы, на самом деле нет. Ну, опять-таки, на мой взгляд, были достаточно какие-то глобальные объединения, но в то же время, вот там, широкую оппозицию, не было возможности сделать. Вот, была возможность в свое время у форума «Свободная Россия», в котором я принимал непосредственное участие некоторое время, и было у истоков этого форума, тоже казалось, что это вот возможно объединить разных представителей оппозиции, и делалось очень много для этого, но, к сожалению, Вильевский форум, ну, не занимался какими-то действиями, а просто вот, ну, на мой взгляд, болтовнёй. То есть мы пытались, конечно, направить в русло конструктива и работы, но как-то большинство предпочитало почему-то просто высказываться, да, безусловно, это тоже нужно высказывать свои позиции, ну, а к реальным действиям-то приходить. Поэтому вот этот съезд народных депутатов, на мой взгляд, это действительно историческое событие, которое, в общем-то, наверное, аналогов вряд ли можно в нашей истории как-то найти, и это действительно такое вот начало построения нового парламентаризма в новой уже стране будущего. Спасибо.